Всем привет! Сегодня продолжим знакомиться с грузовым палубным краном iHeatDeckCray, при этом будем разбирать его электросхему. Схема чисто релейная, и хотя на первый взгляд она кажется довольно громоздкой, на самом деле она не так уж и сложная. А после того, как мы ее изучим и поймем, как она работает, она станет вообще очень простой. Это всегда так. Также скажу, что схема iHeatDeckCray проще по сравнению с другими кранами, такими как McGregor, Wipfer, TTS и другими моделями. Упрощает ее то, что, как я уже говорил, управление гидромоторами рабочих движений у этого крана механическое и выполняется с помощью тросовой передачи, что исключает из схемы управления соленоиды переменной пропускной способности и все, что к ним прилагается в виде электронных карт, контроллеров, джойстиков и так далее. В этой схеме всего один электронный блок — это контроллер температуры масла гидравлика. Хотя этот плюс оборачивается минусом, как я уже говорил, постоянными перезапусками электродвигателя после срабатывания лимитов. Схема начинается со слипрингов, через которые питающий кабель подключается к крану. Здесь хочу особо обратить ваше внимание, что главный автомат крана по схеме электропитания находится после слипрингов и его отключение не приводит к обестачиванию узлов слипрингов. Поэтому при выполнении каких-либо работ на слипрингов необходимо отключить автомат питания соответствующего крана Ажнагерща. Включаем главный автомат НФБП. Получила питание силовая цепь 440 вольт. От нее запитаны электродвигатели ИМП — это электродвигатель гидравлики, и ИМФ — это электродвигатель вентилятора радиатора охлаждения масла гидравлики, а также понижающий трансформатор питания цепи управления и низковольтной аппаратуры крана, такой как освещение, обогрев, дворники, окон и тому подобное. Поскольку этот кран чисто японик, то низковольтное напряжение здесь 110 вольт. Загорелась белая сигнальная лампочка VL. На этом месте хочу внести ясность, чтобы вы понимали, на самом деле контрольное питание пошло по цепи и дальше по схеме. Возможно даже в это время там дальше сработало и какое-то реле, или загорелась какая-то сигнальная лампочка. Но я пока отмечаю цветом участки схемы, которые я разбираю в данный момент, а по ходу дела буду раскрашивать все остальное. Наша первая задача запустить двигатель гидравлики. Я буду в дальнейшем его называть просто электродвигатель. А если речь будет идти об электродвигателе ФАНа, я об этом хочу. Так как двигатель достаточно мощный, он запускается методом Стардельта. Метод Стардельта я уже разбирал в одном из предыдущих фильмов, поэтому повторно объяснять, что это такое не будет. Напомню только, что для пуска и работы двигателя в этом режиме используется три контактора. В нашем случае это общий 42P1, звезды 6P и треугольника 42P2. Ищем на схеме катушки этих контакторов. Вот они. Обратите внимание, так как это контакторы достаточно мощные, то питание их катушек не 110 вольт, а 440. Я делаю метки внизу, чтобы легче было ориентироваться, где какой контроллер. Смотрим, как включить эти контакторы. Мы видим, что цепь всех трех контакторов двигателя проходит через нормально открытый контакт реле 6X, а также то, что для включения общего контактора 42P1 необходимо, чтобы сработало и реле 6X, так как катушка контактора 42P1 запитана через нормально открытый контакт этого реле. Именно через эти два контакта, контактор 42P1 и включается, так как вспомогательный контакт контактора 42P2, который срабатывает на второй стадии пуска, сейчас в процессе не участвует. Из схемы также видно, что контактор 42P1 должен включиться первым, а он уже своим нормально открытым контактом включат и контактор звезды 6P. Теперь смотрим, как включить реле 6X и 6Y. Для этого ищем в схеме их катушки. Вот они. Реле 6X и 6Y включаются пусковой кнопкой PB1 Start. Это и есть старт-стоповая цепь двигателя. Но, оказывается, не так все просто. Чтобы включить эти реле и начать процесс пуска двигателя, необходимо, кроме нажатия кнопки PB1 Start, выполнить еще несколько условий. На это указывает целая цепочка нормально открытых контактов различных реле. И так как их соединение последовательное, то чтобы процесс пошел, все контакты до единого должны быть замкнуты. Засмотрим по очереди все эти условия. Ищем катушку реле Z3. Вот она. Это реле контроля уровня масла в масляном танке. За уровнем следит датчик уровня поплавкового типа . Если масла в танке недостаточно, контакты датчика размыкаются и реле Z3 обеспечивается. Одним своим нормально закрытым контактом оно включает сигнальную лампочку Oil Low Level, а вторым, нормально закрытым, разорвет цепь старт-стоп двигателя и таким образом заблокирует его пуск. Если двигатель при этом об нормале уже работал, то он остановится. Если с уровнем в масляном танке все нормально, то датчик включит реле и контакт Z3 в цепи старт-стоп будет замкнут. И это условие пуска будет выполнено. Дальше идут контакты трех реле АУЛ, АУХ и АУС. Ищем катушки этих реле. Вот они. Это три реле контроля и блокировки рабочих движений крана. Если во время работы крана, движение гака, движение стрелы или поворота крана выйдут из рабочей зоны, двигатель будет остановлен. Но об этом чуть позже, а сейчас о еще одной блокировке, которую выполняют эти реле, в случае когда двигатель еще не работает. Это нулевая блокировка его пуска. Смысл этой защиты в том, что если во время старта двигателя хотя бы один из рычагов контроллера управления краном не будет находиться в нейтральном положении, то старт двигателя не состоится. Как это реализуется на практике? Контроллеры управления оборудованы микровыключателями нулевой блокировки по паре на управление каждым движением. Эти микрики соединяются в последовательную цепь, через которую и получают питание катушки реле контроллера. Эти микрики находятся вот в этих ящиках рычагов. Только в нейтральном положении рукоятки контроллера оба микрика замкнуты, и реле соответствующей цепи получает питание. Если рычаг передвинут в одну или другую сторону, то один из микриков пары тут же сработает и разомкнет цепь питания реле. Один микрик срабатывает в одну сторону, а другой в другую. После старта двигателей эти микрики шунтируются, и дальнейшую работу двигателя они уже не заблокируют. Но об этом будет чуть дальше. А сейчас нам нужно, чтобы рычаги контроллеров были на нейтрале, и реле АУЛ, АУХ и АУС сработали, и замкнули свои контакты цепи старт-стоп. К этому нужно еще добавить, что, как видно, реле АУЛ запитано дополнительно еще через контакт реле Z5. Это реле аварийной остановки при неконтролируемом движении стрелы вниз. Но об этом тоже дальше. Следующий контакт цепи это 51Х. 51Х это реле защиты двигателя от перегрузки и перегрева. Реле включается контактами тепловых реле защиты обеих двигателей и гидравлики, и привода вентилятор. THP это контакт встроенного в обмотке электродвигателя термостата. Он срабатывает, когда двигатель перегрелся, но при этом он работал без перегрузки. Если реле 51Х обесточивается, то оно разрывает цепь старт-стоп двигателя, чем блокирует его пуск и работу. Своим нормально закрытым контактом включает сигнальную лампочку OL Motor Overload. А если никаких перегрузок и перегревов двигателя нет, то реле 50Х замкнет свой контакт в цепи пуск-стоп двигателя, разрешая его пуск и работу. Дальше цепь проходит через стоповую кнопку PB2, которая не должна быть нажита и заблокирована. И дальше, после нажатия PB1 Start, оба реле 6Х и 6Y получат питание и включатся. Но здесь надо обратить внимание, что питание реле 6Y пройдет еще через нормально закрытый контакт реле времени T3. T3 это таймер старт-дельта старта. Его выдержка времени 5 секунд. И он тоже получил питание одновременно с пусковыми реле. Реле 6Х, работав своим нормально открытым контактом, тут же зашунтирует пусковую кнопку. Теперь, после ее отпускания, питание пусковых реле пойдет через этот шум. Контакты реле 6Х и 6Y в цепи питания контактора 42P1 замкнутся и включат его в работу. Контактор 42P1 в свою очередь замкнет свои силовые контакты в цепи питания двигателя, а также слаботочный контакт в цепи питания контактора 6P. Контактор 6P включится, так как контакт контактора 42P2 в настоящий момент замкнут. Контакт 42P2 в цепи питания контактора 6P. Это блок контакт. Он также, как и блок контакт 6P, который в это время разомкнулся в цепи питания 42P2, исключает одновременное включение обеих этих контактов. Контактор 6P замкнет свои силовые контакты, и двигатель начнет работать в режиме звезда. В это же время происходит отсчет времени уставки реле-времени T3, который сработает через 5 секунд. Причем сначала его контакт разомкнет цепь реле 6Y, и контакторы 42P1 и 6P отпадут. А затем через 0,5 секунд дельта контакт таймера замкнется и включит реле 6Z. Реле 6Z своим нормально открытым контактом включит контактор 42P2, а тот, в свою очередь, своим слаботочным контактом вновь включит контактор 42P1, и двигатель продолжит работать в режиме треугольника. Своим вторым слаботочным нормально открытым контактом контактор 42P2 замкнет цепь питания сигнальной лампочки двигатель в работе, и эта лампочка загорится. А также цепь счетчика часов работы HM, и счетчик начнет свою работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, двигатель мы запустили, и он работает. В следующем фильме мы будем управлять краном и разбираться, как срабатывают лимиты. А на сегодня все. Всем удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...